друзья всем привет еще летом мне подарили вот такой вот моторчик он на 220 вольт скорее всего либо от холодильника либо от какого-то кондиционера сразу же пришла идея что я могу с него сделать но руки дошли до него только сейчас и сейчас уже ноябрь месяц я с него хочу сделать что-то наподобие зернодробилки для приготовления рыболовных прикормок вот это вот были три глухих направляющих снизу как видите здесь вот болтики а здесь мне пришлось просверлить отверстие и чтоб не заморачиваться обычными саморезами по металлу здесь нарезал резьбу и вкрутил их в качестве основания валялась у меня вот такая вот коробушка вот так вот я его к ней прикреплю от старого блока питания валялась у меня вот такая вот кнопочка также куда-нибудь час приделаю нашел провод в качестве самой емкости буду использовать вот такую вот баночку из-под майонеза для начала размечу просверлю три отверстия подкрепления двигателя также здесь сделаю небольшой вот вырез для установки выключателя боковые крышки алюминиевые поэтому выпилились очень легко выключатель на месте дальше верхней крышки вот под этих вот три болтика также размечу сейчас и просверлю отверстие подкрепление все просверлил также еще надо будет сделать чуть побольше одно отверстие для ввода в корпус провода это отверстие сделал побольше чтобы спокойно вставлялся туда провод все готово можно собирать из двигателя выходит три провода коричневый синий и зелено-желтый зелено-желтый это масса он нам не нужен нам нужны будут только вот этих два проводка их я буду подключать через выключатель теперь нужно сделать непосредственно сам нож для мельницы он будет чуть меньше нижнего диаметра вот этой баночки сам нож попробую сделать вот из такой пластинки примерно так это все будет выглядеть теперь надо найти центр и просверлить отверстие чтобы этот нож зафиксировать после того как просверлил отверстие нужно заострить края края буду заострять только с одной стороны пока что сделал так вот будем методом проб и ошибок проверять если пойдет то пойдет если нет буду подтачивать под другим углом также еще просверлил мои баночки отверстие в донышке чтобы туда проходил вал ну а теперь я перейду в дом и там уже буду все доделывать сейчас укорочу немного вот этот вот провод от двигателя и буду впаивать выключатель и провод с вилкой как я уже говорил зеленый-желтый это заземление он нам не нужен а вот эти вот синие с коричневыми проводочками будем припаивать сейчас к этому выключателю сразу же их обложу и впаяю с одной стороны провод с вилкой с другой стороны провод идущих моторчику все готово собираем дальше чтобы случайно провод не вырвался сделал здесь вот такой вот узелок теперь можно это все закрыть собрать конструкцию в одну целую все прикручено подтягиваем и проверяем теперь остается зафиксировать вот эту вот емкость и поставить нож при помощи плоскогубцев вот так слегка загнул ножи вниз можно устанавливать все прикручено проверяем ну и как говорится момент истины берем семечки немного туда насыпал и давайте посмотрим что у меня получилось все закрутили посмотрим что получилось получилось вот такая вот шелуха все отлично теперь у меня точно не будет проблем с приготовлением прикормок для летней и зимней рыбалки семечку высыпаем дальше сыпем столько же геркулеса движок немного слабоваты поэтому по много сюда сыпать нельзя смотрим что у нас получилось там с геркулесом получилось вот такая вот геркулесовая мука также высыпаем ее в будущем прикормку сухарей у меня обычных нету поэтому добавляю сюда еще стакан панировочного сухаря уже готового у меня готова можно сказать зимняя прикормка на белую рыбу также можно добавить чуть-чуть кваса теперь все это дело хорошенько перемешиваем такая прикормка отлично подходит хоть на летнюю хоть на зимнюю рыбалку не уловится практически вся белая рыба начиная от карасе и плотвы заканчивая лещами езями ну и так далее в общем прикормка универсальная также еще можно в эту прикормку добавить печенье несколько минут и все готово такая вот пыль печенье вообще отлично перемололась прикормка готова можно хоть сейчас идти на рыбалку так что медица я считаю получилось очень удачно ну а на этом у меня все всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем пока и до новых интересных видео всем удачи на рыбалке